Есть ли жизнь на просторах звездного неба? Как выглядит самый легкий самолет в мире? И кто такие нано-рептилии? На один день в рамках фестиваля науки дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах превратился в живую лабораторию. Воспитанники дворцовых кружков помогли москвичам прикоснуться к большой науке. Вот скажите, что общего у биологии с космосом? Не поверите, вот этот цветок! Юный ботаник Кирилл Иванов в своем зеленом детище души не чает. А все потому, что еще семечками эти бархатцы побывали на космической станции. На 30 дней семена растения были отправлены на орбиту на спутнике Бион. Вот, они вернулись и на Земле мы посадили одновременно космические и земные семена. Вот, правый цветок это космический, левый это земной. Вот, и по ходу эксперимента мы сравниваем, в чем различие космических и земных семян. По словам экспериментатора, семя космическое всходит гораздо быстрее земного. Что будет дальше, покажет время. У вас болит голова или просто плохое настроение? Возьмите в руки змею, а лучше древесную лягушку. И абсолютно все проблемы как рукой снимет. Почему? А потому что эти земноводные и чешуйчатые непростые, а с приставкой нано. Обычно это прям на голову и кладется, но это обычно на другие используются змеи. Когда они ободком облачаются вокруг головы, собственно сказать, в течение трех минут или более, в зависимости от человека и от боли, это дело уходит моментально. А вот как действует эта энергетика сильнейшая, казалось бы, холоднокровной змеи? Она теплая. В общем-то, она теплая, потому что это индийская змея, и она содержится у нас в таких условиях, в которых она должна содержаться. Ну а эти молодые пилоты пока что осваивают змея воздушного. Покорять бескрайнее пространство дворцовых территорий решили вот таким летательным устройством. Это самый легкий самолет на планете. Эта модель летает до 7-10 минут. Накрутка резины около 800 оборотов. А как устроена? Как устроена? Что надо делать, чтобы полетела? Это очень легкая модель. Она летает только за счет тяги винта. Вот так сейчас прокручиваешь обороты. Да, ну вообще это делается дрелью, но можно и так. Самое легкое дерево в мире, плюс углепластик от удочки. Пленка на крыльях, и вот он чудо, самолет готов. Мало накрутил. Нужно еще оборотов. Еще оборотов 100-150 надо накрутить. Но несмотря на всю свою, казалось бы, внешнюю простоту задумки, чтобы запустить такой аппарат, нужна целая команда и специальная техника. Вот так вот. Со взлетами и падениями такой он необычный научный мир глазами детей. Почти как взрослый. Александр Морозов, Дмитрий Иванов, Москва, 24. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Иванов, Москва, 24. Субтитры сделал DimaTorzok